Мы говорили о том, что вы и доктор Рима расскажете о мужском и женском здоровье. Нет, о женском не я буду рассказывать. Я позволю себе начать с вступления, скажем, к обоим лекциям и поговорить вообще о здоровье как таковом. Дело все в том, что сейчас, сегодня мы в этом, это в принципе происходит на наших глазах, а именно переоценка ценностей по отношению к здоровью человека. По сравнению с тем, что было 30-40 лет тому назад. То есть мы как бы являемся свидетелями этого перехода. Дело все в том, что медицина, я в данном случае говорю о традиционной нашей обычной медицине, в середине, ну, насколько вот я знаю, и многие наши слушатели и зрители тоже знают, она была немножко другая. И в то время разговор врача и пациента строился следующим образом. То есть пациента что-то беспокоило. Он приходил к доктору, выяснялось, какая часть этого организма страдает, прописывались непосредственно какие-то препараты. И задача доктора была достаточно простой. Выявить орган, скажем, или систему, где есть патология, и подобрать правильно препарат, который на эту патологию влияет. Сразу скажу, что на протяжении десятков, сотен, а может быть даже и тысячи лет, восточная медицина или целительство восточное, ну, можно называть по-разному, я не люблю слово целительство, но неважно. Оно как раз говорило о другом. Оно говорило о том, что надо рассматривать организм в целом. И вот на протяжении многих веков европейская медицина, ну, может быть, со времен Гиппократа и латинских, вот, в 15 веке, латинских анатомов и физиологов, которые снова открывали вот знания о организме человека. С тех пор, вот, до буквально 21 века, мы, собственно говоря, лечились таким образом, рассматривая организм как составляющие или собрание органов и систем, которые действуют в определенных режимах, соответственно, и болезни, связанные с каждым органом и системой, они лечились определенным образом. Постепенно, в конце 20 и 21 веке особенно, произошел кардинальный пересмотр этих позиций. Почему? Ну, во-первых, произошло резкое сближение европейской и восточной медицины. То есть, мы, наконец-то, поняли и, ну, там, слово «поверили», оно не очень, как бы, правильно. Пришлось просто, да, просто пришлось, потому что очень много доказательств было того, что восточная медицина, она имеет право на существование, и она достаточно эффективна, причем во многих случаях гораздо эффективнее медицины европейской. И вот появились специалисты, имеющие высшее медицинское европейское образование, которые все сильнее и сильнее заявляют о том, что на самом деле организм человека надо рассматривать совершенно по-другому. Организм человека – это единое, ну, и, соответственно, довольно много знаний новых об организме человека появилось в последнее время. Благодаря новым технологиям, благодаря новым возможностям науки, вот, стали рассматривать организм человека немножечко по-другому. На сегодняшний день уже не является вот таким, скажем, да, вот, слово не подберу, каким-то, какой-то ересью, когда мы говорим о том, что организм человека – это единый, очень сложный механизм, и устроен он, с одной стороны, крайне сложно, потому что структуры организма, его органы и системы работают очень слаженно. Они работают как сложнейшая машина, в которой каждая шестеренка, каждый шурупчик должен знать свое место и работать так, как он запрограммирован, потому что сбой в одном шурупчике влечет за собой остановку и сбой всей машины. С другой стороны, организм человека устроен чрезвычайно рационально, то есть в нем нет ничего лишнего, ничего запасного. И если происходит нарушение в каком-то органе или системе, то механизм начинает работать плохо, происходят сбои и так далее, и так далее. И вот, основываясь на новых данных, касаемые человеческого организма, второе, наконец-то специалисты классической медицины стали прислушиваться к знаниям медицины восточной. Но это не только Китай, на самом деле, это и множество восточных стран, которые достаточно близко друг с другом в анализе деятельности человеческого организма и в определении здоровья. И вот уже сегодня мы можем говорить о том, что подход медицины в целом по отношению к больному кардинально изменился. В чем же он изменился? Он изменился в том, что сегодня организм человека мы воспринимаем как единое целое. То есть понятие здоровья – это не только здоровье физическое. То есть если где-то заболело, значит, надо лечить то, что заболело. Это не совсем так. И человеческий организм, вернее, здоровье человеческого организма мы рассматриваем как три стороны треугольника, причем треугольника равностороннего. Все эти три стороны этого треугольника абсолютно одинаковы. И каждая сторона имеет свое название и имеет свою значимость. Что же это за стороны треугольника, которые составляют здоровье человека? Ну, во-первых, это наше физическое здоровье. То есть это здоровье, когда мы крепкие, жизнерадостные, бодры, ничего у нас не болит. И наше физическое тело работает как хорошо отлаженный механизм. Вторая сторона этого треугольника – это здоровье биохимическое. То есть организм человека – это огромное количество биохимических процессов, включая и обмен веществ, и создание новых клеток, и выделение продуктов, ненужных нашему организму, и образование каких-то химических реакций, которые выделяют энергию для того, чтобы наш организм существовал, и различные реакции, которые дают возможность образовывать необходимые белки. Ну вот, например, скажем, да, вот насколько важно, да, малейший белок, который, ну, видно только под электронным микроскопом. Вот он один-единственный есть, и его нарушение приводит, в частности, допустим, к такому заболеванию, как мигрень. Да, вот сбой произошел, и все, человек страдает, и вылечить это традиционными методами, скажем, крайне сложно. Или группа белков, которая занимается просто передачей информации от одной группы клеток к другой. Вот как только нарушаются эти процессы, человек ходит, получает такое заболевание, которое вы все знаете, которым называется болезнью Альцгеймин. Да, тоже хорошего мало. То есть, вот это вот биохимические процессы, которые являются второй гранью, или второй стороной нашего треугольника. И третьей стороной нашего треугольника, подчеркиваю еще раз, что он равносторонний, то есть три грани, три части, они одинаково подзначены. Это эмоциональный или психологический фактор, который влияет точно так же на состояние нашего здоровья. И мы все прекрасно знаем, что человек, скажем, у которого эта сторона нарушена, он не может чувствовать себя здоровым. Мало того, он доставляет массу проблем окружающим своим нездоровьем. Мы знаем, что люди, у которых страдает эта грань, это люди, впадающие в депрессию, или люди, которые эмоционально, наоборот, неудержимы в своей такой вот радости, веселье и прочее. Это люди, которые очень быстро меняют свои эмоции, высказывают их и так далее, и так далее. Так вот, исходя из того, что все эти три стороны одинаковы, и они являются в целом то, чем мы называем здоровьем, соответственно, повреждение любой из этих сторон, оно влечет за собой заболевание всего организма. Поэтому на сегодняшний день мы можем абсолютно четко сказать, что если у человека то или иное нарушение, то страдают все части его структур. То есть, если у него что-то болит, скажем, да, там, палец, почка, пятка, не имеет значения, то у этого человека обязательно будет сбой в биохимических реакциях организма, и этот человек эмоционально не будет чувствовать себя хорошо. И вот, соответственно, благодаря таким знаниям мы получили возможность и заниматься таким лечением. Например, если, ну, скажем, у человека что-то болит, и мы лечим его, скажем, путем восстановления его эмоционального или психологического состояния, то мы добиваемся успеха в лечении его, скажем, печени, почек, пятки и так далее. И наоборот, соответственно, да, то есть нам не обязательно лечить все три грани. Нам достаточно привести в порядок грань одну, и таким образом мы можем воздействовать на человеческое здоровье. Теперь, зная такую особенность, я думаю, что это на сегодняшний день это не очередная компания или не очередные какие-то там мичуринские идеи, а это реальный взгляд на человека, так сказать, со стороны уже с высоты сегодняшнего 21 века, с высоты людей, которые способны принять, ну, скажем, нестандартные, нетрадиционные взгляды на здоровье человека, которые раньше, ну, скажем, в определенный период даже сжигали на кострах, а в более поздний период там уже на моей памяти выгоняли с работы, лишали дипломов и так далее, и так далее, вплоть до судебного преследования. Сегодня это воспринимается как реальность, и исходя из этой реальности, собственно говоря, и проходит обучение специалистов, и специалисты постепенно начинают работать таким образом. Теперь, что касается разницы в состоянии мужчины и женщины, то, собственно говоря, о чем меня сегодня попросили рассказать. Дело все в том, что особенность мужского и женского организма, она разнится не только, скажем, биологически, и не только внешне, вернее, даже, можно сказать, почему она разнится. Дело в том, что с самого начала, с самого периода рождения мальчики и девочки друг от друга отличаются. Хотя, казалось бы, очередной парадокс человеческого организма. Почему? Потому что, ну, мы понимаем, что за половые различия, за половое поведение, за половые признаки отвечают половые гормоны. Это, казалось бы, естественно. Вот. Но есть одна интересная особенность. Она заключается в том, что половые гормоны, которые вырабатывают половые железы, начинают функционировать в человеческом организме только с момента полового развития. Вернее, с момента полового созревания. Вы скажете, ну, вот, понятие полового созревания, оно достаточно расплывчатое. И можно говорить о том, что там кого-то, чтобы созреть, там годы должны пройти, чтобы он созрел там как мужчина или как женщина. Ничего подобного. Физиология знает абсолютно точно день, когда мальчик и девочка, юноша и девушка входят в период полового созревания. То есть они становятся, ну, скажем, да, мальчик и девочка становятся юношей и девушкой. Это что за день? Значит, ну, у девочек это первый день первых месячных, у мальчиков это первый день самопроизвольного семиизвержения, самопроизвольной палецы. Вот с этого момента начинают работать половые железы, которые вырабатывают половые гормоны. У мужчин это тестостерон, у женщин это эстрогены. У женщин они вырабатываются в яичниках, у мужчин они вырабатываются в семенниках. Возникает вопрос, а почему же я сказал, что же происходит до этого дня, скажем, да, дня Х или Ч, как говорят. Почему же мальчики и девочки, вот у кого есть мальчики и девочки, могут сказать, что совершенно четко, что они разные, несмотря на то, что одинаковые родители, одна и та же семья. А уже с самого раннего детства мальчики и девочки ведут себя абсолютно по-разному. Дело в том, что с момента рождения, даже еще до рождения, в организме человека включаются работу железы внутренней секреции. Железы, составляющие эндокринную систему человека. И одна из этих желез, которая называется надпочечник, вот ее часть, а именно сетчатая зона коры надпочечника, вырабатывает гормон, который тоже относится к половым гормонам. Это гормоны андрогены и то же самое, они по своему названию относятся к половым гормонам, а именно тестостерон у мужчин и эстрогены у девочек, у мальчиков и у девочек. Но поскольку половые железы молчат, а половые гормоны присутствуют, вырабатывающие другим органам, то это половые гормоны, которые влияют исключительно на характер. И вот мы здесь с вами приходим к тому, что характер мальчика и девочки разный. Да, вот я думаю, что мало кто задумывался, зная, что мальчикам надо дарить, скажем, пистолеты, автоматы, машинки, а девочкам куклы, банчики и прочие атрибуты, и они будут рады. Так вот, мало кто задумывался, а почему? Что же в организме есть такое, что их различает? Так вот, сразу хочу сказать, это, к сожалению, мнение достаточно распространенное и достаточно распространенная ошибка в, ну, скажем, взаимоотношениях родителей и детей. Половые гормоны коры надпочечника отвечают только за поведение ребенка. То есть, если сочетание тестостерона и эстрогенов у мальчика нормальное, это какое? Ну, примерно 80% на 20%. То есть, у мальчиков тоже вырабатываются эстрогены, но они вырабатываются в меньшем количестве, гораздо 20% по отношению к 80%. У девочек, соответственно, наоборот. И вот эта разница, она формирует поведение мальчика. То есть, да, это там, скажем, активность, это определенные игры, это определенный склад характера, когда мальчики, да, они, так скажем, более такие вот, ну, пытающиеся создать какие-то группы, да, соответственно, понятие дружбы и так далее. Соответственно, интересы определенные. У девочек все, в принципе, то же самое, но другое. Вот это формирует гормоны. Но гормоны, половые гормоны коры надбочечника никоим образом не влияют на поведение половое, а именно на отношение человека к противоположному полу. Они не отвечают за какие-то половые инстинкты. И вот, пожалуйста, к сожалению, довольно частая ошибка не только родителей, но и педагогов, что еще хуже. Я считаю, потому что педагоги это, ну, обязаны знать. К сожалению, я не знаю, на сегодняшний день учат их этому или не учат. Ну, вот, мою бытность учебы, да, их не учили. Это все замалчивалось, и в результате возникали человеческие трагедии абсолютно на пустом месте, когда интерес, обычный интерес, любопытство, скажем, мальчика, к каким-то половым особенностям, ну, скажем, своих товарищей, ну, допустим, да, там, скажем, сравнение половых органов или интерес к половым органам других трактовалось, как, ну, вот, какие-то извращения половые. Ставилось клеймо, и вызывались родители, и, в общем, для ребенка, который не понимал, собственно говоря, что происходит, возникала тяжелейшая психологическая травма. Так вот, это надо рассматривать просто как обычное любопытство, а не как какие-то вот нарушения, связанные с половыми предпочтениями. Это физиология, и здесь, ну, как себя вести чисто, я считаю, грамотно, просто снять завесу тайны, просто рассказать ребенку, удовлетворить его любопытство, и когда ребенок поймет, что это не запрещено, что это не тайно, что это нет ничего такого, что нужно прятать от родителей и там где-то под одеялом разглядывать и делиться шепотом, там как страшная тайна своими товарищами, интерес к этому исчезнет сам по себе. А вот с периода полового созревания, когда гормоны надпочечника свое влияние прекращают, да, еще один момент, я думаю, что некоторые, слушая меня, уже готовят вопрос, а как же тогда вот девочки-атаманы в юбках, да, которые являются грозой там всех окрестных мальчишек, и наоборот мальчики, которые вот, ну, называют маменькими сыночками, которые любят там вот всякие такие как бы, да, девичьи интересы там любят где-то, банчики любят там, в дочке матери с удовольствием играют и так далее. Ничего в этом страшного нет, это изменение отношения половых гормонов, то есть надпочечник вырабатывает тестостерон и эстрогены немножко в другом соотношении, ну, допустим, 60 на 40, и тогда мальчик будет, ну, женственный даже внешне, он будет похож на девочку, он будет, скажем, тянуться к маме, он с удовольствием помогает ей на кухне и так далее, и так далее. А девочка является атаманом в юбке, грозой всех окрестных там садов, вот, и прочее, прочее. Вот, ей интересна машина, ей интересно подраться, ей интересно там, скажем, да, мальчишечные игры и так далее. И в какой-то момент, а именно в день полового созревания, все кардинально меняется. И мы прекрасно видим, что, да, вот из гадкого утенка, девочки, которая там вообще не знала, что такое платье и юбка, вдруг становится очаровательная девушка, женственная, великолепная в будущем, мать и хозяйка и так далее. Почему? Потому что заработали другие железы, и соотношение гормонов в этом случае, оно нормальное. То есть, да, 80% эстрогенов и 20% тестостерона у девушки. У мальчиков наоборот, и они становятся мужественными, да, и вот иногда я видел фотографии, фотографии в альбомах семейных, скажем, да, мне показывали, вот, героев Советского Союза, героев России, да, мужчин, которые вот совершили военные подвиги, показывали их детские альбомы. Ну, делу даешься, потому что, ну, вот, маменькин сыночек такой вот нежный, скромный, тихий, никогда в жизни не подумаешь, что вот он может стать десантником и так далее, и так далее. Это нормально, а вот если уже в период после полового созревания произошел сбой гормонов там, то есть, скажем, у мальчика соотношение 60 на 40, вот там мы можем наблюдать изменения интереса к противоположному полу. То есть, чем меньше разница выработки половых гормонов, тем больше интерес проявляется к своему полу, да, и таким образом мы видим людей, ну, которые, скажем, да, создают однополые семьи и так далее. И вот вопрос мне часто задают студенты, слушатели лекций, имеет ли значение выработка гормонов в определении папы-мамы в однополых семьях, да, потому что это не по жребию, там совершенно определенно кто-то становится папой, кто-то становится, выполняет функции мамы. Это зависит от соотношения гормонов. И если, скажем, у одного представителя разница, скажем, там 60 на 40, а у другого 55 на 45, то, соответственно, у кого разницы больше, он будет папой. А второй человек будет мамой. Обычно не подбираются вот пары, у которых абсолютно одинаковое сочетание, но как-то вот они не привлекают друг друга, все равно кто-то должен в этом плане доминировать, то есть выполнять функцию мужчины. Бывают случаи, когда в одном организме, ну так сложилось физиологически, присутствуют обе половые железы, то есть и мужские половые железы, и женские. Такие люди называются, ну, гермафродиты или трансвеститы на сегодняшний день. И в зависимости от того, какие железы превалируют, то человек так себя чувствует. И вот здесь тоже возникает, ну, скажем, своего рода трагедия, когда человек родился, и у него превалируют железы, скажем, мужские половые, и он вот как бы мальчик, да, а когда он становится половозрелым, и у него превалируют эстрогены, половые гормоны женщин, и он чувствует себя женщиной. А по всем внешним факторам он мужчина. И вот здесь, конечно, может, если это не знать, почему это происходит, это может привести к человеческим трагедиям. Вот это состояние является прямым показанием к ситуации смены пола. Операцию делают только в этом случае, потому что во всех остальных случаях это практически невозможно, нереально и не делается. Значит, вот такой физиологический экскурс в систему человеческих, скажем так, взаимоотношений человеческих полов, в разнице между мальчиками и девочками, мужчиной и женщиной. И вот, исходя из этой разницы, мы должны абсолютно четко понимать, что, скажем, вот мы сейчас подходим, я не знаю, что имел Давид, говоря о мужском здоровье, вот, но, как я понимаю, речь идет о том, чтобы люди, особенно мамы и папы, понимали разницу в физиологии мужчин и женщин. И вот здесь очень важно то, что мы говорим всегда, это, наверное, девиз нашего центра, когда речь идет о здоровье семьи, без которого невозможно здоровье ребенка. Так вот, здоровье семьи, вспомним, с чего я начал. А начал я с треугольника, да, где фактор эмоциональный, психологический, вот эта вот грань этого треугольника, она абсолютно равноценна по отношению к здоровью организма. Поэтому очень важно понимать, что мужчины и женщины – это совершенно разные физиологические объекты и, ну, субъекты, да, и, скажем так, требовать в семье от мужчины определенных, скажем, моментов, которые он не может, да, чисто физиологически, это приводит к конфликтам и, соответственно, к нарушениям здоровья всей семьи. Соответственно, на сегодняшний день, мне кажется, что люди, вступающие в брак, создающие семью, планируя, планирующие и готовящиеся стать родителями, они должны прекрасно понимать физиологию полов. Почему? Потому что попытка изменить, скажем, да, человека, ну, перестроить его под свои взгляды на жизнь, на семью, на быть в семье, они практически всегда кончаются трагически. Даже если в том случае, когда кто-то, ну, скажем так, соглашается на вот такие психологические особенности, ну, например, скажем, да, вот, пусть будет, да, как жена сказала, вот она так сказала, я буду делать так, даже если я с этим не согласен, и мне это не нравится. Вот это состояние, которое хранится в глубине души, оно приводит в конечном итоге к эмоциональному сбою. И человек, который подавляет в себе, ну, скажем, да, свое я, он не является здоровым человеком. И это приводит к психологическим нарушениям, соответственно, это приводит к заболеванию самого человека. Потом мы удивляемся, откуда инфаркты и инсульты в возрасте 30-40 лет, вот отсюда, в основном. Поэтому, скажем, да, основной, наверное, вывод, который я призываю сделать нашей семье, нашей папы и мам, это, ну, скажем так, посмотреть друг на друга немножечко с другой стороны, а именно со стороны личности. И вот следующий момент, к которому я подхожу, это взаимоотношения родителей и детей. И вот здесь необходимо воспринимать ребенка как личность, причем личность не просто вот бесполая какая-то личность, вот, да, а именно личность, обладающая своей физиологической особенностью принадлежности к тому или иному полу. Потому что если, скажем, да, мальчик, вот, стремится к каким-то определенным играм, каким-то определенной склонностью, ну, в разумных, да, пределах, надо понимать, то это надо принять и это надо поддержать. Даже если это вам кажется, там, ненужным или нецелесообразным. Ну, пример, да, вот, мальчик склонен к рисованию. А родители считают, да, папа, наверное, в основном, что вот рисование – это, ну, не то увлечение, которое сегодня может там дать потом возможность, зарабатывая деньги. Нужно вот заниматься, скажем, бизнесом, готовиться, там, изучать компьютер и так далее, и так далее. И начинается ломка ребенка, вот, абсолютно игнорируя его как личность. И это приводит к развитию заболевания у ребенка прежде всего, а потом и у семьи в целом. Этого делать ни в коем случае нельзя. Именно почему? Потому что вот это как раз то подавление личности, о котором я говорю. Пример, да, более для взрослых, да, скажем, папа – любитель футбола, да, а маме это не нравится категорически. Вот, и начинается, вот, зачем тебе это надо, что тебе это дает, а ты еще и сына приучаешь к этому. И все, и пошел разлад, и пошли конфликты, и семью ни в коем образом нельзя считать здоровым. Отсюда стрессы, отсюда не только нарушение нервной системы, но и ранние, скажем, заболевания желудочно-кишечного тракта, ранняя патология сердечно-сосудистой системы и так далее, и так далее, в зависимости от тех слабых мест, которые есть в организме. Казалось бы, подумаешь, да, сказал или подумаешь, высказалось, что такого переживет. Не переживет – это те кирпичики, которые разрушают здоровье каждого организма, составляющего вот единую семью. Поэтому, любительная просьба, ну, скажем так, задуматься о том, что я говорю. Почему мы говорим, скажем, да, о здоровье мужчин? Понятно, что позиции в семье у мужчин и у женщин разные. И поверьте мне, что ситуация, когда мужчина, который, ну, скажем, генетически, в котором генетически заложена роль, ну, вот такого добытчика, роль человека, который является создателем, который является защитником, который является, вот, содержателем семьи, да, вот, и по каким-то причинам у него не получается эта функция. Как правило, как правило, да, есть, конечно, исключения, вот, но, как правило, очень сильно переживают сами. И вот здесь, если женщина не понимает, что нужно, что мужчине тоже нужна поддержка, что он нужен, как бы, да, вот, чтобы он был здоровый, она провоцирует вот эти стрессы каким-то неосторожным словом, каким-то неосторожным жестом. И вот здесь мы приходим к тому, что психика мужчины, она больше уязвима, чем психика женщины. Почему? Потому что, смотри, что получается, чисто гормонально, чисто генетически женщина в ответе за свою семью с точки зрения сохранения очага. То есть, ей важно, чтобы сохранилась семья. И очень часто многие женщины, жертвуя, ну, скажем, покоем, пытаются эту семью сохранить. Несмотря ни на что. Вот я очень часто слышу, что, ну, вот, не могут мужчина и женщина жить вместе, и делают это исключительно ради детей. Вот это очень серьезное, на мой взгляд, заблуждение, потому что, ну, а если дети еще, скажем, там, маленькие, им нужна чисто такая поддержка, то, может быть, да. Вот. Но очень быстро дети начинают понимать и начинает возникать стрессовая ситуация. В семье, где между родителями нет лада, дети здоровыми не будут никогда. Другое дело, что это может проявиться позже, но это проявится обязательно. Поэтому в этой ситуации, если вы не можете разобраться сами, нужно обратиться к помощи человека со стороны, а именно специалиста, психотерапевта, психолога, детского психолога, нормального, хорошего, я имею в виду, достойного, который поможет вам определить позицию по отношению к тому, как объяснить ребенку. Что ребенку надо объяснять? Почему страдают дети? Потому что они начинают чувствовать, что они перестают быть нужными, что их не любят. Да, и вот очень часто, когда, скажем, да, папа уходит, да, из семьи, или папа с мамой начинают ругаться, ребенок что спрашивает? Он подходит к каждому и спрашивает, папа, а ты меня любишь? Мама, а ты меня любишь? А почему тогда вы ругаетесь? Вот ключевой момент в опасениях ребенка. Ему кажется, что он становится ненужным, и что родители, уходя в конфликты друг с другом, они забывают о нем. Он уходит на второй план. И вот это категорически недопустимые вещи. Также недопустимые, когда начинается перетаскивание ребенка на свою сторону, ни в коем случае нельзя занимать позицию, особенно, к сожалению, часто этим грешат женщины, когда, даже если они понимают, что папа там, скажем, не ну, что-то не может, или остался без работы, или ведет себя не ну, скажем так, да, не очень по-мужски, и начинают об этом говорить ребенку, вот это категорически нельзя делать. Авторитет отца должен присутствовать всегда в глазах ребенка. Ни в коем случае нельзя заниматься критикой, особенно это любят делать бабушки и дедушки. Вот это бич современных семей, когда бабушка с дедушкой появляются раз в неделю дома, начинается критика. Вот что у тебя за муж, ни хрена не зарабатывает, ничего не может, вот что у тебя жена, даже не может приготовить нормальный обед. Это приводит к резкому сбою в состоянии здоровья ребенка. Даже если в семье все хорошо, ребенок воспринимает такую критику родителей гораздо острее, чем сами родители. Почему? Потому что родители для него это ну, вот я же не говорю самое лучшее, что есть на самом деле. Это мама, это вот тепло, любовь, папа, это защита, это вот вот это мужское начало, которое есть. И вот скажем так, гармония этих двух начал, оно и является тем фундаментом, на котором строится здоровье ребенка. В принципе, на эту тему можно говорить достаточно долго. Я думаю, что надо оставить время на вопросы. Если потребуется продолжение, значит, после выступления на следующей неделе выступления доктора Рима, я могу развить эту тему уже в каком-то может быть более психологически тонком аспекте все будет зависеть от интереса и вопросов вот наших слушателей, наших родителей. Ну, наверное, я пока закончу, потому что можно бесконечно эту тему говорить очень долго. как бы я хотела, чтобы мне вот такое рассказали в 20 лет, а еще лучше в 15. Девочки, у кого вопросы, пожалуйста. Можно я спрошу? Аркадия, скажите... Слезы вытрите все, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот получается моему ребенку сейчас 5 лет. Я, ну, по большому счету, вот простым языком говоря, могу вообще не париться, что ему интересны куклы, потому что все вокруг вот и в садике, и где в транспорте увидят, все просто буквально тыкают пальцем, ну, ты же мальчик. Вот это то, о чем я говорю. Что, ну, абсолютно нормально. о чем я говорю. Кстати, могу так приоткрыть немножечко, да, факт своей биографии. Вот, я очень любила, мама любила, она у меня рано ушла, но вот, но тем не менее, очень хорошо помню, как она меня наряжала, у меня даже фотографии сохранились, были бантики, я не помню, что я играл в куклы, но вот бантики, крюшечки на моей одежде были, мне это, честно говоря, очень нравилось. Вот, но на самом деле это не сделало меня ни голубым, ни трансвеститом, никаким другим вот Я поняла, а то с этими заморочками, ну знаете, уже начинаю сама иногда задумываться, но все-таки мужчина. Вот поэтому я это сейчас и говорю. Спасибо, я в общем, пусть гуляется в свое удовольствие. Да, естественно, естественно. Спасибо. Нельзя создавать комплексы у детей. Спасибо. Так, кто там следит за вопросами? Вопрос возник, а если нет отца? Если нет отца? Я так понимаю, вопрос, что делать? Значит, если нет отца, ну, смотрите, естественно, что... Я прерву, простите, пожалуйста, я тоже очень впечатлен замечательной лекцией, которую вы прочитали. Сейчас я позволю себе вмешаться. Если нет отца, надо постараться, чтобы он был. Это основное. Да, Давид, я понимаю, что, но пока там мамы будут стараться, роль отца может взять, скажем так, мужчина, который вызывает авторитет у вас. Это я имел в виду. Да, это может быть, да, да, это может быть дедушка. Кстати, вот на меня совершенно вот потрясающую роль в моей жизни сыграл мой дед. Он воспитывал меня до 6 лет, тоже ушел, но, скажем, все, все хорошее, тихо, все хорошее, что вам во мне, скажем, родилось. Я обязан ему, не отцу, кстати, вот, а именно дедушке. Поэтому это может быть дедушка, это может быть дядя, это может быть сосед, не имеет значения. Речь идет не о биологическом отце, а о человеке, который является авторитетом. Так, сейчас готовьте вопросы, светильнички. Такие знания, конечно, очень важно иметь. такой ликбез, надо сказать. Да, Юсеф, я с вами полностью согласна, что если бы раньше услышать такую лекцию лет до 15-20, совершенно бы по-другому, наверное, жизнь сложилась. Я советую... Я не знаю, как у вас сейчас там, когда я, так сказать, была... Я прошу прощения, рано. У нас, скажем так, все еще был этот социализм, коммунизм со всеми этими проповедями, и совершенно никто не обращал внимания на вот это все. То есть, скажем так, голова у нас была набита какими-то такими лозунгами и странными стереотипами, и, в общем, скажем так, было весьма недешево за жизнь их это все, так сказать, разгребать и ломать. Так что, да, это очень все важно. Продолжайте нас воспитывать, доктор Аркадий. Да, это просто охрана не дремная, а кто-то... Можно спросить? Нужно. Слушаю. Доктор Аркадий, благодарю вас, просто впечатлилась ваша лекция, спасибо вам большое. А такой вопрос... Не надо впечатляться, надо делать выводы. Правильно ли я поняла, что если в семье между мужчиной и женщиной что-то не так, то не надо ее сохранять даже ради маленьких детей? Или нет? Я отвечу таким образом, я отвечу таким образом. Сохранять семью ради детей абсолютно не надо. Это, ну, скажем, преступление против здоровья ребенка. Другое дело, что надо сохранять, скажем так, авторитет отца. То есть, ваше отношение, это ваше отношение. Отношение каждого из вас к ребенку, оно меняться не должно. То есть, ребенок должен абсолютно четко понимать, что папа его тоже любит. Аркадий, я позволю себе вмешаться. То, что вы говорите, оно соответствует некому идеальному представлению. В реальности все всегда совсем по-другому. Ну, давайте, давайте. от семьи абсолютно гармоничной. Всегда есть какие-то шероховатости, которые могут эмоционально участниками раздуваться до достаточно больших размеров. Да, семью, естественно, надо сохранить, ее нужно созидать. Если речь идет о постоянном разрушении стороны кого-то, такое тоже бывает. Тут, конечно, и более гармонично это прекратить. но это должно быть не скорополистное решение, это нужно многократно попробовать это сделать так, чтобы семья была созидающей. Для этого я и говорю о том, что чаще всего разлады возникают из-за того, что мы не слышим противоположную сторону. Кроме того, Аркадий, опять-таки, то, что вы описали, он соответствует некой идеальной картине, а практически мы стремимся. Мы стремимся, да, но, тем не менее, далеко не всегда родители практически являются теми, кем они должны быть для детей. Сколько бы мы сказок сами себе и другим не рассказывали, что так все хорошо, действительно, естественно, все так, как оно есть. и далеко не все мужчины в буквальном смысле способны проявлять себя как мужчины, женщины как женщины. Это связано, естественно, и с воспитанием, потому что ребенок, ну, когда повзрослеет, он ведет себя так, как было впитано, в буквальном смысле, с молоком матери, как это было и в его семье, тоже отношения, в том числе, стандарты отношения мужчины к женщине, женщины к мужчине и так далее. Это все впитывается, как вы сказали сами, неосознанно, проявляется потом. Но некоторые люди, они действительно, как бы, они, ну, не совсем, не соответствуют полному идеалу тому, что вот мужчина это мужчина, а женщина это вот женщина. Поэтому говорить уважение к родителям, поэтому в этой ситуации оно должно быть адекватно. Совершенно верно. Если нет, вот как раз-таки возникает психологически прочая травма, когда детей доставляют уважать, проявляют уважение к родителям или они считают то, что они должны, а практически-то, а не за что? Совершенно верно. отсюда и возникает ситуация, почему я это говорю, чтобы потом не возникали вопросы, откуда у ребенка это? Вот очень часто говорят, вот, ребенок болеет, все, откуда же у него это? Вот все, да, вот мы для него все делаем, вот, а на самом деле в семье это вот, скажем, далеко-далеко от идеала. чему я еще говорю об этом, чтобы, понятно, что к идеалу мы стремимся, но не всегда получается, но мы должны очень четко осознавать, что, если в семье не идеально, ждать, скажем так, от ребенка полного здоровья невозможно. Аркадий, это вот вы тоже практически очень замечательно прокомментировали наш рабочий лозунг, так я же говорю об этом. Частливые родители это здоровый ребенок. Именно в этом последовании. Естественно. Частливые родители это здоровый ребенок. Естественно. Вот мы даже не подозревая о существовании друг друга еще там 30 лет тому назад, независимо друг от друга, пришли к одному и тому же выводу и, в общем-то, благодаря этим взглядам мы и работаем вместе. Я бы об этом не говорил. Есть сейчас какие-то вопросы? Есть какие-то? Зачислите, пожалуйста. Да, Олег, как начать это все менять, если осознаешь ошибки, свои ошибки и ошибки супруга. Но мы все привыкли жить так и так было в наших семьях в отношениях наших родителей был похожий сценарий. Но я думаю, это... Вот вы сейчас сами прокомментировали то, что я говорю и то, что сказал Давид только что. Ваших родителей было так, у вас точно так и, соответственно, ничего хорошего и у ребенка не будет, потому что у него тоже будет в семье так. Те же ошибки. Аркадий, я в таких случаях всегда... У меня всегда один и тот же ответ будет. Старайтесь делать для своих детей счастливых папу и маму. Все. Это самое основное. Иногда единственное основное. Несмотря на то, что привычки, традиции и так далее. И всему тому, что не способствует. Ваша задача как родителей стать счастливыми, здоровыми, не ради тебя, а ради детей. Есть еще одна тема такая, ну, достаточно щекотливая и очень, как вам сказать, ну, где-то, может быть, даже кого-то и заденет и обидит. Я просто не хотел ее сегодня поднимать, потому что нет времени. Это тема отдельной лекции. Это взаимоотношения родителей и детей с точки зрения энергетического вампиризма. Вот очень часто мы, не осознавая своим поведением, заставляем ребенка вот, как бы, да, отдавать вам свою энергию, таким образом лишая ребенка возможности полноценно развиваться. Причем делаем это совершенно неосознанно и делаем это, ну, скажем, вот, считая, что мы делаем доброе дело. Вот я думаю, что мы об этом должны поговорить, не знаю, в следующий раз или через раз, но если я смотрю всех, как бы, эта тема задела, то можно запрограммировать продолжение вот в этом аспекте, потому что это на самом деле серьезный такой вот момент с точки зрения здоровья именно детства. Аркадий, ну, по опыту статистически гораздо более часто являются ситуации, когда родители практически из сверхзаботы гиперопеки сажают детей на свою шею, лишая практически самостоятельности при этом. В том числе об этом, да, в том числе об этом. И практически успокаиваются тем, что дети становятся тем местом, куда сбрасывается их перенапряжение. Совершенно верно. Вот и в том числе об этом, да, и об этом я планирую провести разговор, потому что с одной стороны не внимание, с другой стороны гиперопека, а с третьей стороны это взаимоотношения, когда мать ощущает как бы вот не со стороны ребенка вот не не отзывчивость, да, вот когда мама говорит, вот я для тебя там столько дел, а ты вот там привел вот эту дуру и со мной даже не посоветовался, а я для тебя всю жизнь удала. Все, вот в этот момент пагубное воздействие со стороны матери это катастрофически действует на ребенка. Вот в том числе об этом, да, это достаточно большая, серьезная, сложная тема, и я думаю, что об этом тоже надо поговорить. Аркадий, давайте, пожалуйста, да, об этом поговорим как-то, я думаю, это всем очень актуально, знаете, вот где вот эта золотая грань, да, чтобы ребенок это не есть вся жизнь, вот моя, например, да, ребенок это ее часть, очень важная, очень важная роль моя как матери, да, и как любой женщины, но это не есть вся жизнь, потому что мы тем самым просто портим жизнь своим детям, да, чтобы потом, когда, вот, я на тебя жизнь потратила, а ты такой. Вопросы были сформулированы заранее, тогда, чтобы мы сможем более ярко на это. Они такие широкие будут, Давид, я даже не знаю, как это слово, мы попробуем. Надо обговорить с доктором Рима, если смысл сделать это в следующий раз, чтобы как бы логически, да, была цельность, либо дать ей слово, чтобы она не обиделась, что не лишает возможности. По гендерному признаку лишили меня права слова, да? Нет, я с удовольствием отложу лекцию женского здоровья, действительно, наверное, правильнее сделать смысловую, смысловую нагрузку правильную, а потом уже перейти к девочкам, да, давайте так. Для девочек отдельные вопросы, подготовьте вопросы. товарищи девочки, напишите, что вас волнует, чтобы вам, девочки, правильно ответили на девушкины вопросы. Нужно были вопросы. Ну, тема женского здоровья, она как бы понятна, поэтому дополнительно потом возникнет, да, а так о чем говорить, я, в принципе, подготовилась уже. Заранее ждем. Вопросы есть еще ко мне или все равно? Вот вопрос. Вриятие негативное отношение к жизни и неприятие жизни одного из родителей на здоровье ребенка? Конечно, влияет. Естественно, еще как. Еще как. Если у кого-то негативное отношение к жизни, это та часть, когда ребенок просто теряет, он вот находится на грани ямы, вот это негативное отношение кого-то из родителей к жизни, это вот та яма, куда ребенок совершенно четко может просто упасть. Причем он не осознает, откуда это идет, потому что это не его опыт, не его ощущение и прочее, но оно присутствует, оно чувствует, оно давит, оно формирует его мироотношения. А ребенок это будущий это будущий меланхолик, склонный к суициду вырастить. Скорее всего. А вот еще интересный вопрос. Как снять ребенка с головы семьи? Я полагаю, что с роли головы семьи высадить туда мужа. Да, между прочим, это тоже достаточно угробная проблема, я думаю. Это то, о чем мы говорим, это вот то, о чем говорила Настя. Жизнь, она многогранна, жизнь, она многогранна, она не крутится вокруг ребенка только. С вашего позволения, я выскажу свою твердую точку зрения, для всего этого нужно только одно, что это касается и обоих родителей, не только. Нужно полюбить самого себя. И все. тогда все становится на свои места. Структура отношений в семьях достаточно деструктивная именно из-за того, что нету этого. Люди не приучены любить не себя, соответственно, они не встанут любить и уважать других. Вот здесь начинается мерение, кто кого передавит и прочее. Вот здесь очень интересная позиция. Мама, да, или папа, скажем, значит, позиция может заключаться в том, что мама говорит, у меня самый красивый, самый умный, самый-самый ребенок. А на самом деле она должна сказать по-другому. Она должна сказать ребенок, у тебя самая красивая, самая умная, самая хорошая мама. И все. Разницу чувствуете? Так, есть ли еще вопросы? Нет, как понять, что любишь себя? Это как, это понимать не надо. Это либо есть, либо этого нет. А по поводу того, что мешает и как это выработать себе, это другой разговор. Ну, можете в том числе спросить у меня, может, что-то конкретное для вас интересное скажу. Но почувствовать, как определить, это чувствуется. Любовь – это чувство. чувство. Человек либо чувствует к себе, сам к себе любовь, уважает себя, либо нет этого. Опять-таки, если это не было получено в детстве со стороны родителей, достаточно сложно это понять именно. Потому что логически это не очень встраивается. Но это другой разговор. Точнее, действие. Спросите меня более конкретно. Да, там много вариантов. Начиная от медитации, кончая различными там, не знаю, танцами, говорящими о том, насколько вы идеал. Последний вопрос, если есть у кого-то. Если нет, то благодарим доктора Аркадия за действительно замечательную лекцию. Мы обязательно переведем в текст с помощью наших замечательных помощников и выпустим как отдельная статья. Очень важно то, что вы сейчас сказали. Благодарю. Мы все тронуты. Аркадий, благодарны. Аркадий, спасибо большое. Давайте только, пожалуйста, продолжение, чтобы было, потому что, ну вот прям то, что надо. Тогда на следующий готовьте сразу вопросы. Вот, ну, по этой теме, да, там уже поговорим. Хорошо, тогда. Спасибо большое, доктор Аркадий. Спасибо вам. Главное, чтобы вы услышали. И не только услышали, но и сделали что-то. Ну вот. Спасибо большое. Все, тогда всем пока. Что добро, всем удачи. Если что, пишите, ну вы знаете. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok